Мы участвуем в соревнованиях чертежных. Здесь, по идее, наш робот должен на вот этой траектории прочертить линию, чтобы получилась определенная фигура. Но пока мы тренируемся без маркера, просто на точность. А вот мушку мы ставим, здесь еще прицел такой, чтобы он приехал ровно в точку и не сбился. Как ты думаешь, у вас все получится? В городских соревнованиях мы заняли первое место. Думаю, и здесь тоже. Волноваться некогда. Дети ведут последние приготовления, пристреливаются к заданиям, допрограммируют своих роботов на местах. Я поменял показания от датчика цвета и прибавил обороты на поворотах, чтобы он не съезжал на черные линии, потому что показания меняются от датчика цвета. И он теряет из-за этого черную линию, поэтому надо их менять. Спрашивают, как со взрослых. Детям нужно пройти семь сложных номинаций. Икар, икаренок, чертежник, шорт-трек, сортировщик и другие. За соревнованиями пристально следила солидное жюри. Это, само собой, специалисты станции юных техников и даже ученые-мужи из Сургу, специалисты профильного дополнительного образования. Соревнования в городе Сургуте проходят в соответствии со всеми регламентами, которые определены Российской ассоциацией робототехники. И в Сургуте мы разыгрываем четыре путевки на чемпионат в город Москва. Желающих участвовать в региональном этапе оказалось так много, что пришлось разделить их на два лагеря. Ближайшие к Сургуту города соревновались у нас, остальные в Югорске. Это тягач. Он привозит тяжелые грузы. Дошкалята в робофесте участвуют с прошлого года. Опыт так понравился, что прижился. Наш проект называется «Эспективка». Мы хотели узнать принцип работы сельской жизни. Автоматическая поилка для животных, радиоуправляемые поливальные машины, умные теплицы. Дошкалята хотят, чтобы их изобретения были полезными в будущем и совершенствуют конструкции день ото дня, год от года. Это мое столбище. Я живу на реке Обь. И вот приехал мой старинный друг, и он мне решил сделать рыболовное колесо. Я архитектор. Я приехал к моему другу, чтобы построить колесо дровля рыбы. Видите, загорелась лампочка. Здесь кропка включения. И здесь ловите рыбу. А что она не крутится? Потерим ее. Сам. Сам потерим. Агроробота Егора, состоящего из трех модулей, представили воспитанники сада «Снегурочка». Первый модуль – капелька. Мы используем два использованных колеса. Он отвечает за полив и орошение. Второй модуль – гусеница. Он отвечает за подачу в бурки. Он сделан на двух зубчатых колесах. Третий модуль – сортировщик жук. Он сортирует овощи. Хорошие мешки, а плохие в корзине. Итак, по итогам в разных номинациях объявлены победители. Ими стали четыре команды. Из прогимназии, станции юных техников, информатики «Плюс» и детского сада «Лельф». Все они представят «Сургут» и «Югру» на всероссийском финале в Москве. Екатерина Любешева, Сергей Коликов. «Сургут. Интерновости». Продолжение следует... Продолжение следует...